Сегодня в консультационном центре по трудоустройству немноголюдно. Основной поток ребят был неделю назад, говорят специалисты. За 9 дней работы сюда обратилось 250 человек. Данил один из них. 1 июня для него уже начнется его трудовое лето. Заработать деньги были, сами у тебя деньги свои, которые, чтобы, например, сам тратить на что хочешь, сам покупать, уже самостоятельным становиться. В управляющей компании рабочий инвентарь для новых сотрудников уже готов. Здесь не первый год прививают ребятам любовь к труду. Этим летом коллектив пополнится еще на 12 человек. У нас будут 3 человека работать дворниками, 2 человека уборщиками подъездов. А в другом же все будут работать дворниками. Давайте отставки от 7,5 они будут получать 3,750. Брали бы больше ребят, говорят в компании, если бы не кипа бумаг, которые нужно оформить на каждого ребенка. Это отпугивает многих руководителей, уверены в администрации. 2450 вакансий. Именно такое количество рабочих мест город должен предоставить подросткам. На сегодня найдено лишь половина. До сих пор уведутся переговоры с различными организациями. Но каждый раз приходится слышать один и тот же ответ. Условия труда не подходят для школьников. Мало кому хочется отвечать за несовершеннолетние, говорят в управлении молодежной политики. Ведь условия работы ребят проверяются надзорными органами. К тому же все чаще руководители хозяйства и организаций стали ссылаться и на непростые финансовые времена. Сейчас, к сожалению, в нашей стране экономические условия, они, конечно, дают о себе знать. И вот буквально мы разговаривали с коллегами из других регионов, то есть там тоже те же самые проблемы отслеживаются. Закрываются предприятия, сокращается фонд заработной платы. Соответственно, все это дает такие вот не совсем хорошие результаты. Поэтому список желающих принять на работу молодых сотрудников из года в год практически не меняется. Ребятам предлагают работу по озеленению города, уходе за клумбами, уборке улиц, способными рабочими на производствах, библиотеках. Средняя зарплата составит 6131 рубль в месяц. Большую часть суммы начисляет работодатель, часть – центр занятости населения. За месяц работы школьника выплачиваем около 1000 рублей, ему на расчетный счет. Мы сейчас уже заключили договор на 260 человек, трудоустроили через центр занятости. Вот эти 260 уже точно получат поддержку нашу материальную. Условия труда для мальчишек и девчонок будут установлены в строгом соответствии с трудовым кодексом. В зависимости от возраста определяется и количество часов работы. Правда, даже два часа труда на воздухе врачи могут разрешить далеко не всем. Это могут быть дети со сколиозами, когда интересуемся поднятием тяжести, перенос каких-то тяжестей, настройки какие-то. Если вдруг работают, то тоже будет прямым противопоказанием. Дети с полинозом, которые сейчас такое цветение идет бурное в городе, то тоже противопоказание. Но какую бы работу ни выбрал подросток, всегда нужно помнить, легких денег не бывает. Те баснословные заработки, которые предлагают в интернете школьникам, на деле могут оказаться уловкой мошенников. И тогда уж точно можно остаться ни с чем. Наталья Мороз, Виктор Яковлев, Игорь Бероев. Новости дня.